Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Чайковская Екатерина. Сегодня я буду рисовать шаблон девочки 4-7 лет для того, чтобы в дальнейшем на ней рисовать одежду. У нас уже есть шаблоны, это вот шаблон Энди для 4-7 лет. На нем можно рисовать и для мальчиков, и для девочек, в зависимости от того, как вы его оформите, соответственно, там голову и какая одежда будет у вас сделана. Потому что чисто физиологически, пропорционально детки в этом возрасте еще не сильно отличаются друг от друга, еще не произошло половое созревание и не произошло такое глобальное изменение в фигуре. Поэтому для рисунка вполне можно использовать одинаковые шаблоны. А я буду делать то, что сейчас модно называть кастомизацией. Этот же наш шаблон, который у нас есть, его корректировать, делать его цветным и нарисую на нем лицо. Я для этого взяла ручку, ввела бумажку, нарисовала шаблончик лица. Хочу сразу сказать, мне иногда пишут, что вот вы от руки нарисовали одно, а у вас потом получилось другое. Это эскиз. Если вы когда-нибудь видели, как художники работают с эскизами, то понимаете, что эскиз это одно, а готовое произведение это другое. И то, что я взяла такой эскиз, это не значит, что я сделаю прям 100% один в один. Это то, на что я буду ориентироваться, то, с чем мне будет проще работать. Можно рисовать сразу в программе, но часто удобнее сделать именно сначала шаблончик, потом все остальное. Как видите, пропорцию головы я сейчас подгоняю, чтобы она была правильная. Эти шаблоны у нас нарисованы с реальных фотографий детей, и на них правильные пропорции. Естественно, мы все живые, и детки бывают разные. У кого-то подлиннее ножки, у кого-то ручки, кто-то похудее, кто-то потолще, у кого-то плечики побольше, у кого-то бедра. Это усредненный шаблон, на котором удобно будет рисовать одежду. То есть, ну, как бы просто это вот надо принять такое в голове. Когда мы рисуем одежду, она будет усредненной. Если вы хотите на конкретного человека, нужно рисовать конкретно его. То есть, вот здесь есть такой момент. И часто художники, рисуя художественные эскизы, немножечко укрупняют детскую голову. Они тогда получаются такие, ну, более мимимишные. Вот видите, у меня здесь прическа получается как бы, и, соответственно, прическа, это же, она будет немножечко, как правильно сказать, отходить от черепа. То есть, выше черепной коробки, потому что у нас череп обтянутый, соответственно, там и у нас и мышцы есть. Небольшая жировая прослочка и кожа, но она небольшая. Все равно волосы, они как бы объем вот этот дают. Вот я это все расположила. Блокирую этот слой и буду рисовать поверх. Единственное, что я сейчас сделаю, разблокирую вот это. Я немножечко все-таки для этого откорректирую форму головы. При этом низ лица оставлю, а откорректирую немножечко ее ширину. То есть, это мое допущение на то, что... Ну, вот у меня такой человечек будет, да? Ну, и плюс оно будет смотреться немножко более мультяшно и мимимишно. Только с целью того, чтобы вот задать стилизацию. Пропорции тела трогать не буду. Хочу вот только голову немножечко пропорцию ей поправить. Все остальное ни в коем случае изменять не буду. Оставлю как есть. Чтобы та одежда, которую мы нарисуем, можно было уже, ну, хотя бы приблизительно себе представить, как это будет на ребенке. А вот голову прям чуть-чуть, вот прям чуть-чуть, видите? Ну, то есть, относительно того рисунка, который я нарисовала от руки со своими какими задумками. Я не рисовала его анатомично специально, это не была моя задумка, я рисовала стилизацию. Ну, и здесь вот она видна, эта стилизация. Сейчас мы по ней и будем работать. Чтобы было работать поудобнее, то вот эту штучку можно сделать полупрозрачной. Видите, ослабляется тогда контур, и мы лучше видим наш пунктир. Вот, все, блокируем. Берем перышко, рисовать я буду пером, это вектор. И можно рисовать симметрию, можно рисовать асимметрию. Я буду делать сейчас и то, и то. Половину лица я сделаю симметричной, потом ее, соответственно, раззеркалю. А вот волосы буду делать асимметрию, потому что, видите, у меня косичка одна. Но, в принципе, мы можем две косички сделать, это уже не принципиально. Начнем. Покрупнее сейчас сделаю. Тут у меня есть бровки, бровки, они сделаны штрихами, есть глазик. А вот с глазиком мы и начнем. Форму, естественно, сейчас буду проправлять немножко, потому что здесь она нарисована рукой так, вальяжной, я бы сказала, да. Но для понимания это будет нормально. Сразу говорю, это не анатомичный рисунок, это стилизация, чтобы ни у кого не возникало вопросов, почему вы нарисовали именно так. Потому что я делаю стилизацию эскиза, я не делаю портрет, это немножко другое. Могу нарисовать портрет, хотя я не портретист, но там рисуется по-другому все это дело. А мне нужна именно стилизованная такая штучка. Как видите, зрачки намного больше. Кстати, это такой вот немножко мультяшный прием от, ну, наверное, аниме здесь какая-то есть. Штучка, на мой взгляд, для моей стилизации детей, мне она нравится. Вот так скажу. И так, наверное, будет самое правильное. Потому что все, вот мы когда учились, у нас была детская тема, я могу сказать, что абсолютно все художники рисуют детей по-разному. Что является абсолютной нормой. Кто-то рисует более анатомично, кто-то менее анатомично. Но вот эта вот фирменная стилизация, она у каждого будет своя. Ну и, соответственно, насколько вот будем детали прорабатывать, это тоже сейчас все посмотрим. Рисую классическими приемами в Adobe Illustrator. То, что я показываю, например, в одежде, то и здесь применяю, вот смотрите, чтобы не рисовать сейчас вот эту линию, да. Эта линия будет обозначать, в принципе, реснички. Реснички можно прям одну в одну нарисовать, а можно вот такой, как стрелочкой. Тоже будет корректно, тоже можно будет сделать вот она линия, вот так. Так, у нас с вами есть еще бровка, и бровки можно нарисовать либо контуром, то есть, соответственно, я могу вот это либо по волоскам прорисовать. Тут уже наличный выбор. Имейте в виду, чем более, скажем так, волосатая бровка, тем более грубо она смотрится, поэтому я пробовала разные стилизации, и вот для эффекта гламур нужно минимизировать всю эту ворсистость. Для эффекта более такой жесткости, то можно оставить на вкус и цвет. Плюс еще будет зависеть, насколько яркую мы эту бровь оставим в конечном счете. Ну, то есть, насколько яркой у нее будет заливка, и насколько она будет видна. Сейчас я вот ее немножко подровняю, потому что хочу, чтобы она была все-таки более такой мягенькой. А вот, вот этот тоже уберу. Вот так. Это просто пример, как можно работать в иллюстраторе. Так, щечка. Щечку рисую пока кружочком, но потом это будет полупрозрачная такая заливка, и посмотрю, возможно, дам ей размытие. Поэтому допускаю геометрические формы еще раз. Это моя стилизация, поэтому вот то, что я делаю, соответственно. Здесь будет просто линеарная штучка, носик. И вот его как раз мы уже будем прозеркаливать. Вот такая носик. Тоже тоненькой линией. Он у нас останется. Форма носа. Мне нравятся курносики немножко, да? Возможно, многие вообще любят нос не делать, потому что он меняет лицо. Тоже можно. Сейчас мы немножечко его поправим. Так вот. И губки. Как видите, там нарисованы в основе полусферы. Я всегда слежу, чтобы уголок шел наверх. Но это моя любовь такая, потому что как только вы уголок губы пускаете вниз, становится достаточно печальное лицо. Если у вас нет такой цели, лучше этого не делать. Ну и для деток. Иногда сонюшек рисуют. Особенно классная эта стилизация смотрится для рисунка пижам. Когда детки, ну, как будто бы с закрытыми глазами. Ну, я их называю сонюшками. То есть вы смотрите, и просто вот реснички такие вниз. Забавная тоже стилизация. Я так тоже рисовала. Это, ну, на мой взгляд, достаточно интересно. Ну, надо все-таки смотреть актуально. Потому что если вы рисуете какую-то там яркую одежку для детей, а рисовать сонюшек, ну, как-то странно немножко. А если вы рисуете пижамки, то это даже мило. В конце концов, мы же эскизы рисуем для того, чтобы все передать. Так. Вот. Ну, в общем-то, вот это мы можем с вами раззеркалить от центра носика. Вот у нас тут у центра носика. Вот. У нас получились с вами глазки. Так, и давайте посмотрим волосы. Отдельным слоем. Не люблю, когда цепляет. Волосы отдельным слоем сейчас, да? Здесь тоже крупными объектами можно умельчить. Пробовала разные варианты. Мне нравится именно крупными объектами рисовать. Знаю, что есть люди, которые больше тяготятся к более компактным формам. Это уже индивидуально. Это не академическая школа. Здесь нету каких-то базовых таких стандартов. Если в академическом рисунке, это будет одно, да? А в стилизации тут даже допускается нарушение пропорций. Но нужно понимать, для чего мы рисуем. То есть в художных эскизах там вообще могут что угодно делать. И пропорции иногда такие делают, что хоть стой, хоть падай. Ну и лица по-разному рисуют. То есть там лицо может быть вообще не прорисовано, поставлена точка. Я знаю, что у многих есть проблема, там не получается прорисовать лицо. Просто делают вот такую полосу и ставят точку. Вот вам лицо. Но если вам это соответствует, то почему бы нет? У нас была ученица, которая не рисовала лица по религиозным соображениям. Потому что нельзя показывать лица. И на всех ее эскизах была вот эта вот полосочка и точка. Мы решили, что это вполне уместно для мусульманской одежды. Почему нет? Ну, у всех свои традиции. Эскиз может быть соответствовать этой традиции. Это более чем нормально. Вот здесь у меня коса. Тоже делаю имитацию плетения. Поскольку такой шаблон достаточно общий, я не хочу прям вот детализацию тут устраивать. То есть какие-то такие базовые приемы мы сейчас сделаем. И есть такой момент. Вот я сейчас рисую черно-белый эскиз. А потом я буду его перекрашивать в цвет. И, естественно, будут относиться еще корректировки. Потому что черно-белый и цветной это разное. И смотреться будет по-разному. Естественно, буду добавлять какие-то фрагменты, линии. Если я буду чувствовать, что они там нужны. Но это был на учебе преподавателя. Он говорил такую фразу. Это глазометрически делается. Притом преподаватель был по аналитике. Когда вы выстраиваете в Excel-ке разные диаграммы, разные массивы данных. И глазометрически делаете оценку. Ну, можно, понятное дело, качественное, количественное. А можно глазометрическое. Он говорит, знаете, вот иногда глазометрическое дает очень хорошую оценку. Потому что человеческий мозг таким образом устроен, что он это как-то видит, понимает. И главное правильно вывести. Потом, говорит, можно и обоснование сделать. Ну, это один из методов. Давайте, скажем так, это не аксиома. Вот. Основу я нарисовала. У меня там еще есть бантик. Но мы сейчас посмотрим, как он будет в целом на эскизе смотреться. Теперь давайте мы видимость уберем у этой картиночки, которая у нас там подложена у изображения. Для того, чтобы посмотреть, как оно все смотрится. И вот в данном случае то, что мне лично хочется сделать, это немножко сузить подбородок. Сделать такое более мультяшное личико. Сейчас мы это сделаем. За счет чего? Сузить подбородок можно двумя способами. Расширив то, что рядом, и сузив сам подбородок. В общем-то, сейчас вот это мы и сделаем. Так, вот эти точки убрать. Крайне некомфортно работать с пунктиром, честно могу сказать, в рисунке. Поэтому сейчас я его уберу. Ну вот, такая мультяшка более заостренная получается. Соответственно, эта линия шеи, она уйдет внутрь, потому что мы сейчас сделаем заливку. Ее можно сильно не выкручивать. Так. Пунктирчики мы оставим. А теперь у нас есть окно библиотека образцов оттенки кожи. Вот очень удобная палетка. Я когда что-то такое рисую, я ее часто вытаскиваю, потому что там прям можно вытащить образец кожи, который нам нужен. Мы сейчас посмотрим. Вот эта верхняя хорошо зашла. Вот у нас телесным цветом залилось все. Это база. Вот она база. Теперь будем с вами мордашку делать. Здесь будет заливка без контура. Расплакируем лицо сейчас. Вот. Соответственно, вот я вам говорила розовенько. Видите, вот мы щечки сделали. Убираем цвет контура. И сейчас я сделаю непрозрачность, а после этого посмотрим, возможно, эффект размытия по гауссу мы применим. Таким образом, края объекта будут нечеткие, будет такое вот ощущение румянца. Так. Теперь у нас с вами белки глаз. Не рекомендую их делать кипельно-белыми. Будут глаза очень ярко торчать из эскиза. Поэтому сделайте их слегка желтовыми. Ну, такими бежеватыми, да, с легким оттенком бежеватости. Это не значит, что оно прям должно быть какое-то там это. Но так вот неправильно выбрался. Сейчас. То есть для мягкости я обычно беру... Сероголубые глаза сделаем. Вот. Так. Зрачки у нас, естественно, черные. А вот этот вот блик беленький. Вот его можно именно белым сделать. Так, убираем у этого всего безобразие контуры. И сейчас посмотрим, насколько нам будет все это удачно смотреться. Еще раз говорю, глазометрический метод работы с нами в действии. Да, сначала пробуем, потом смотрим. Так, это верхняя часть глаза. Соответственно, это наши реснички. Я люблю такой сероватый цвет, холодный. Он как-то, ну, на мой сугубо личный взгляд, смотрится более облагородно. И, как правило, цвет волос, цвет ресниц у нас совпадает. Но, как видите, получается достаточно грубовато. Сейчас мы затеплим оттенок. И у бровей сделаем мягкость, непрозрачность. То есть цвет остался тот же, он просто стал более мягеньким. Носик по цвету, по контуру сделаем таким же. Так, теперь там только нужно 0,5. И линия вот такая. То есть она, чтобы не яркая была. Губки. Верхняя губа обычно у нас темнее нижней. Вот, и сейчас мы по контуру берем. Можно еще для красивого эффекта, ну, по крайней мере, я так часто делаю, вот эту часть выделить между губами, которая как бы линия смыкания двух губ. Вот, и ее дополнительно сделать более темным цветом. Еще можно на губах такие штучки сделать. Мы сейчас посмотрим, как будет смотреться, и от этого будем добавлять. Вот, такая вот линия смыкания. Конечно, будет красиво, если вот здесь, вот здесь. Сейчас, давайте я сразу его обозначу более таким светлым цветом, чтобы его было видно, этот кружочек. Ушел на задний план. Ушел назад, просто сейчас мы его поместим сюда, вот, на передний план. Вот он, смотрите, светленький, без цвета контура. Вот так. Сюда, сюда, и сюда, и здесь можно пошире. Вот, это такие пятна объема, скажем так. Тоже им дадим непрозрачность, и по гауссу их размоем. Так, вот. Они будут более мягко смотреться, но давать такой, ну, не градиентный, но очень правильный оттенок. Сейчас посмотрим, как это все вместе смотрится. Вот, подбородочек. На подбородочек можно тоже вот абсолютно вот этого гаусса. Как румянец дайте. То есть можно более темный, можно как румянец. Он будет очень гармонично смотреться. Видите, вот это пятнышко, которое здесь осталось. Вот, теперь волосы. Выбираем, какая у нас девочка. Ну, судя по бровям и всему остальному, у нас получается такая русая девчушка. Вот, это на ваш выбор может быть и рыженькая, и темненькая. Здесь же нет четкого правила, да, какая она должна быть. Просто то, что мы выбрали. Так, это все мы перемещаем на передний план. Вот эту часть нужно запихнуть назад, чтобы у нас вот здесь все-таки было перекрыто. Вот, а это у нас как локоны, их можно немножко и подтянуть. Сейчас дорисуем, если понадобится. Так, вот здесь темные части. Здесь тоже темные части. Но там, где есть темные части, бывают и блики. Поэтому блики мы сейчас тоже подрисуем. Так, и основа. Основа и темные части. Вот так. Так, теперь у этого всего безобразия мы убираем с вами контуры. Нам они не нужны. Они нам мешают. У этой штучки тоже мы с вами контуры уберем. Так, сюда тоже светленькую сейчас прядку положим. И видите, там вот начинает пролезать моменты, то, что вот у меня нестыковка двух объектов, соответственно, я сейчас буду их проправлять. Вот, поэтому одно дело контуры, другое дело уже заливка по готовому, чтобы получилось то, что мы с вами делаем. Так. Добавим сейчас блячков. Потому что если вы посмотрите на плетение косы, я не рисую прям полную имитацию плетения косы, но там у нас всегда с вами будет светленькая, темненькая, светленькая, темненькая. Вот, поэтому... Вот. Хорошо. И вот эту часть тоже можно сделать светлой, даже темненькой, вот так хорошо. Сейчас мы ее утопим немножко. И ободочек. Ободочек и резиночка. Они должны быть на переднем плане обязательно, потому что они перехватывают у нас волосы. Вот. И вот эту часть надо немножко проправить, чтобы она... Вот здесь вот так по ушку. Так. И вот так. Можно там вытащить часть ушка, можно не вытаскивать. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Так. Вот здесь вот ерунда у нас получилась. Обязательно это все проверяем. Убираем лишние точки, если они нам мешают. Вот такая история. Что мне сейчас откровенно не хватает? Во-первых, мне не нравятся губы, а во-вторых, я хочу в волосах. Взять все вместе волосы, объединить их и сделать для них единый целый контур. И сделать его какой-нибудь красивой такой штучкой. Почему? Объясняю. Потому что смотрится немножко лыса. Вот. Можно его даже потоньше сделать, чтобы он не такой яркий был. Но вот этот край как бы, ну, как... они не доделанный, что ли. А так он больше собрался. То есть вот с ним, вот без него. Получается более отчетливо, более ярко. Здесь тоже можно прорисовать линии, если нужны. Так, по губам. Я хотела поправить губы, потому что они мне не очень нравятся. Так. Ну, вот эта линия тоже получилась не самая удачная. Сейчас мы ее подкорректируем. Так. Так. И можно чуть-чуть попухлее ее сделать. Так. И опять сейчас контур поправим помягче. Вот так. Не нравится. Поняла, что не нравится. Выбираем вот эту штучку и даем ей непрозрачности. Или пробуем ее вообще отстранить. Да, без нее даже лучше. Выбираем. Можно попробовать дать тонкий-тонкий контур. Тоже фигуристый. Вот. И у глаза. У глаза. Тоже сейчас дам тонкий контур. Тонкий-тонкий. Тонкий-тонкий. Такой вот серенький. 0,01 даже. Вот. Чтобы он был. Чтобы глаза смотрелись более отчетливо. Вот. И вот такая девчушка. Смотрите, у нас получилось. То есть мы соблюли пропорции нашего с вами шаблона полностью. Но ее кастомизировали и сделали нашей авторской. Такой, как вот она нам пришлась. Хочу сказать, что она может быть любой. Вы можете покрасить там волосы в розовый цвет. Можете сделать мальчика. Можете там сделать и ракет. Заплести косички, хвостики и все остальное. Это вот просто пример того, как можно сделать свой шаблон. А уже как на нем рисовать, я покажу в другом видео. На этом все. До скорых встреч. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.